Глава ДНР Денис Пушилин вновь заявил, что объединение с ЛНР нецелесообразно, поскольку помешает переговорам с Киевом. Но почему же две непризнанных республики Донбасса, уже седьмой год воюющие с Украиной, не могут вступить в полноценный союз? Чего в этом больше, местечковых дрязг? Или же им мешает Кремль, готовый в любой момент вернуть их обратно, незалежный, по итогам реализации Минских соглашений? Попробуем разобраться. Идея союза ДНР и ЛНР, федеративного или конфедеративного, напрашивается сама собой. Референдумы о независимости от Украины, Донецк и Луганск провели, но в состав России их, в отличие от Крыма, так и не приняли. И вот уже который год провозглашенные, но не признанные республики находятся под постоянными обстрелами и угрозой полномасштабного наступления со стороны ВСУ. Объединение может дать ДНР и ЛНР довольно многое. Создание общих органов государственного и военного управления уберет ненужное дублирование и повысит их эффективность. Ополчение и народная милиция сольются в единые вооруженные силы Донбасса с общим снабжением. В экономическом отношении союз означает ликвидацию таможенных барьеров. Да-да, представьте себе, между двумя воюющими против Киева непризнанными республиками существует таможня, которая увеличивает издержки и без того находящегося в трудном положении местного бизнеса. В политическом аспекте появление нового надгосударственного органа управления означает повышение субъектности Донбасса в переговорном процессе. Значительная часть населения региона осознает пользу от объединения и поддерживает эту идею. Тем не менее этого не происходит, но почему? Давайте вспомним события 2014 года. 24 июня, практически сразу же после проведения референдумов о самоопределении, ДНР и ЛНР приняли решение о создании Союза народных республик, иначе, Конфедеративной республике, Новороссия, КНР, а 26 числа спикером объединенного парламента был избран Олег Царев. Подразумевалось, что этот геополитический проект может стать правоприемником исторической Новороссии в противовес враждебной Украине. Однако год спустя, весной 2015-го, действие соглашения о конфедерации двух непризнанных республик было приостановлено. Впоследствии неоднократно звучали призывы к нему вернуться, но они ни к чему не приводили. Существует две популярные версии, пытающиеся объяснить, почему так произошло. Они диаметрально противоположны, поскольку основываются на разном толковании степени зависимости ДНР и ЛНР от России. Согласно первой, которую продвигают преимущественно отечественные политики и СМИ, провозглашенные республики являются самостоятельными политическими субъектами, с которыми Киев должен договариваться самостоятельно. Москва же является гарантом безопасности ДНР и ЛНР от попытки Украины решить вопрос с ними силой. В рамках данной парадигмы Россия в той или иной форме помогает республикам по военной линии, а также подкармливает с белых КАМАЗов, но порядка 70% вопросов Донецк и Луганск решают на местах самостоятельно. И в этом и кроется главная проблема. Донецкие и Луганские тянут одеяло на себя, при этом последние находятся в менее выгодном положении. Еще до войны Донецкая область жила заметно богаче, чем соседи, поскольку там было больше промышленных предприятий и шахт, лучше развитая инфраструктура. Да, там чаще стреляют в СУ, но уровень жизни чуть повыше, раздается больше гуманитарной помощи. Местные луганские элита опасаются, что в случае объединения они окажутся на вторых ролях, а также произойдет перераспределение активов в пользу более сильных. По этой логике, объединению больше сопротивляются в ЛНР, невзирая на очевидную пользу для общественного блага. В принципе, с ними все понятно. Однако обращают на себя внимание используемые при этом формулировки. Еще в 2015 году Олег Царев заявил следующее, проект не закрывается, он заморожен. А причина в том, что Минские соглашения не предусматривают создание Новороссии, объединения двух республик. Парламент не распущен, депутаты остаются на своих местах. Но парламент не собирается и не принимает законов, не формируются исполнительные органы Новороссии. А в 2021 году, ровно теми же словами, о нецелесообразности объединения в период переговорного процесса с Украиной, говорит новый глава ДНР Пушилин. Итак, версия вторая, которую можно условно назвать «рука Кремля». Если честно, то аргументы касательно неслыханной самостоятельности Донецка и Луганска вообще не впечатляют. Достаточно вызвать из отпусков людей, занимающихся военными вопросами, вернуть на склады бронетехнику, закрыть границу с российской стороны, и тогда эти республики смогут просуществовать, в лучшем случае, несколько дней. Возможно, кураторы и не лезут во все местечковые вопросы, но общая генеральная линия однозначно доводится с самого верха. А она такова, ДНР и ЛНР – это часть Украины, и они должны вернуться в ее состав по исполнению Минских соглашений. Вновь процитируем господина Царева. Если Минские соглашения будут реализованы полностью, пройдут местные выборы и будут вторые автономии в составе Украины, то нам придется после выборов самим распускаться. Новороссия ни в каких соглашениях не предусмотрена. Вот, собственно говоря, и весь ответ. Пока в Кремле не видят за Донбассом никакой иной судьбы, кроме возвращения в состав Украины в форме неких автономий, никакой конфедерации ДНР с ЛНР и тем паче большой Новороссии не может быть в принципе. Ибо незачем. Субтитры создавал DimaTorzok